Мои коллеги уже сказали, но то, что ни у кого нет сомнения, поддержка этого проекта, четвертого моста. И на будущее хотелось бы в такое правительство такой просьбы, что когда какой-то проект готовится, тем более такой масштабный, он должен пройти домашняя заготовка, домашняя подготовка, дабы, чтобы когда мы выходим на общественность, конечно, мы должны четко, ясно изложить свои позиции. Поэтому очень много вопросов и очень много таких рассуждений, это от того, что документ, когда вышли на свет и не было подготовлено. Я бы хотел бы, уважаемые коллеги, с другой стороны, вот передо мной лежит документ небольшой, да, и настолько мы выглядим бедно в сравнении с другими регионами, с сибирским федеральным окрым. Вот мы находимся, в сибирском федеральном окрике находится у нас 12 субъектов федерации, мы находимся на шестом месте. На первом месте, это мы говорим объем выполненных работ по виду деятельности строительства, на первом месте Красноярский край 200 миллиардов, уловите 200 миллиардов, на втором месте Кемеровская область под 100 миллиардов, и так дальше пошло, и Томский область 39 миллиардов, а Новосибирская область 36 миллиардов. То есть мы находимся даже за Томской областью. Это о чем говорит? О том, что действительно к нам инвестиции не идут. Мы только сейчас обсуждали по поводу строительства третьего моста, действительно, этот мост еще не закончен. Мы видели здесь, в общем, загруженность этого моста всего 50%. Ну, я не знаю, журналисты, наверное, напишут, что вчера, в общем-то, долго я подумал, сказать или не сказать, я, наверное, это скажу. Вот мы все знаем, откуда берутся дети, а как привлечь инвестиции, я, в общем-то, начинаю сомневаться. Для того, чтобы закончить третий мост, нам необходима сегодня инвестиции. Вот недавно мы обсуждали строительное сообщество, что вот 60 миллиардов инвестиций, которые должен получить наш город и область, мы не получили. В том числе еще это четвертый мост. Я вспоминаю лет 10 или 12 назад, когда обсуждали, и, кстати говоря, федеральный центр выделил деньги на строительство третьего моста. Тогда не было что-то. Бугринский мост, третий мост, который построили недавно. Вот я помню, что человек 10 или 15 экологов сказали, что мы никогда не позволим, что вредит нашу природу. Ну и тогда Виталий Петрович Муха сказал, что ну давайте, в общем-то, потом. Вот это потом, в общем-то, обошлось нам 10 лет. Уважаемые коллеги, на самом деле, если мы упустим вот этот момент сейчас, да, я не хочу, в общем-то, в лес сейчас дебри, там, тактику, потому что документ, видно, подготовлен, но, тем не менее, есть кое-какие замечания, я думаю, что учтут наши коллеги правительства. Если мы упустим сегодня эту возможность, я вас уверяю, еще 10 лет нас отбросит четвертый мост. Нам надо было сегодня обсуждать строительство шестого моста. Это что? Это развитие нашего города, нашей области. Это, понимаем, это заработная плата, это поддержка, помощь строительной индустрии, это, в конце концов, налоги, это то же самое, те социальные моменты, о которых сегодня мы говорим. Без инвестиций, поверьте мне, в общем-то, будет очень, очень будет нам тяжело. Поэтому в этом плане, в общем, мы выглядим очень плохо. Я очень рад, что общественные палаты, в общем-то, пригласили, в том числе меня. Я думаю, над этим нам надо серьезно, всем нам серьезно задуматься. Спасибо.